В этом блоге я рассказываю о событиях, которые происходят у меня дома, в родном Краму. И сегодня о том, как лето на полуострове началось с обысков в домах местных жителей. Поехали. 2 июня около 8 утра российские силовики приехали в село Курское Белогорского района. Сотрудники Росгвардии и ОМОНа провели обыск у 65-летней Шейды Осановой. По ее словам, искали доказательства причастности ее сына к, цитирую, «незаконному вооруженному формированию». Но уехали с обыска российские силовики ни с чем. Ничего не нашли. Мне ничего не подкинут, чтобы потом не писали. Да, нет. От показаний отказались. Мой сын, что я имею, если он поругался с отцом и уехал туда работать. Уже женился, хлеб возит. Регулярные обыски в Крыму российскими силовиками начались в 2014-м. Чаще всего врываются в дома независимых журналистов, гражданских активистов и участников национального движения крымско-татарского народа. С 2016-го в Крыму начались преследования по религиозной принадлежности. В российских СИЗО держат сотню крымских татар, которых обвиняют в связях с запрещенной в России организацией Хизбут-Тахрир. Их приговаривают до 20 лет тюремного режима. Две сотни детей уже несколько лет остаются без отцов, а родители без сыновей. Адвокаты в Крыму называют эти дела полицейские. А МИД Украины призывает международное сообщество обратить внимание на массовые и системные репрессии, которые вот уже 6 лет происходят на полуострове и неподконтрольных Киеву районах Луганской и Донецкой областей. Крыму уже шестой год подряд массово нарушаются права человека, украинского и крымско-татарского национального сообщества, убийства, похищения активистов, сфабрикованные судебные процессы, незаконные заключения, безосновательные аресты и обыски, запугивания. В настоящее время более 100 украинских граждан удерживаются по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму. Большинство из них являются крымскими татарами. Ещё ужаснее ситуация в оккупированных районах Донбасса. Расстрелы и убийства украинских военнопленных и местных патриотов. Похищения людей. Пытки и унижения стали здесь обычным явлением. Уполномоченные Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова считают, что действия российских властей на полуострове – это практически эстафета, которую Кремль перехватил от советской власти. И так же, как 76 лет назад, сейчас на полуострове происходит геноцид крымско-татарского народа. Призываю международное сообщество продолжать давление на страну-агрессора, чтобы заставить её соблюдать права наших сограждан, предусмотренных минимальными стандартными правилами обращения с заключёнными, одобренных экономическим и социальным советом ООН и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, а также освещать на всех возможных медийных площадках факты репрессий, чтобы весь мир увидел, как Российская Федерация издевается над гражданами Украины, которые находятся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Сейчас в российских СИЗО, по данным омбудсмена, находится 115 политзаключённых. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к вопросу возвращения украинских политзаключённых вернутся после окончания эпидемии коронавируса. Меня зовут Милена Амидия, это телеканал Дом. Чтобы быть в курсе самого важного, подписывайтесь на нашу страницу в Facebook и на канал в YouTube. А ещё пишите нам о том, что происходит у вас там, дома. Пока!